Всем привет! Привет! С вами Юлия. Сегодня я начинаю мою новую рукодельную неделю. Сегодня у нас 20 сентября, понедельник. И я открываю мою рукодельную неделю с долгожданного финиша, который должен был случиться еще на прошлой неделе. Но мне чуть-чуть не хватило времени завершить какие-то здесь детали. И так как видео монтируется очень долго, идет обработка очень много часов, и загрузка тоже идет очень долго, я решила не ждать, не томить, а выложить видео в воскресенье, потому что всем хочется воскресенье, выходные дни, повышивать, повышивать под видео. И я вот спешила для вас выпустить это видео. Но это не критично. На этой неделе я также вам опять покажу эту работу, но уже, наверное, в последний раз, потому что она уже завершена. Напомню, что у меня это был оригинальный набор фирмы «Джан Лин», «Четыре сезона птиц». Дизайн у нас «Нэнси Роси». Это у нас «Кулер Студио Дизайн». Какая-то, наверное, фирма, которая объединяет дизайнеров, либо сайт, который объединяет дизайнеров. И там можно найти очень много разных интересных схем. Вот такие вот красивые птички, панелька. И вот то, что у меня получилось. Ну, мне кажется, один в один все получилось. Все как на картинке. Все замечательно. Напомню, что в наборе у нас была Аида 14-го каунта. Я заменила на Еву от Убельхорн 28-го каунта. Хорошая такая приятная равномерка. Но вот она мне не полюбилась как основа. Не знаю почему. Может быть, потому что она вот именно похожа на скатерть, на какие-то шторы. Но на скатерть она похожа. И вот это вот впечатление, что я вышиваю именно на скатерть, меня, не знаю, почему-то не очень расположило к этой основе. Хотя я буду, скорее всего, еще ей пользоваться. Я купила огромный такой кусок. Не знаю, как это у меня так получилось. Смотрела-смотрела видео девочек. И мне казалось, что она будет очень классная. Но может быть, мне не поменяется. Может быть, и пригодится. Может быть, в скатерти вы еще никогда не знаешь, что же нас ждет в будущем. Вот, давайте померяем сам дизайн. Посмотрим, сколько у нас получилось по сантиметрам. Так, 18, ну пусть 19, потому что, да, ну пусть 19 практически. 18,8 на 38,8 примерно. Вот так, 38,8 на 19. Еще раз померяем. Практически на 19. 38,8 на 19. Вот, я стирала ее два раза. Может быть, она и подсела. Я ее не замеряла до стирки. Хотя после стирки я ее вытягивала, выравнивала. Она очень податливая. Такая основа очень практичная в этом плане. Вот, то, что у меня получилось. Такая панельечка симпатичная. Можно и в рамочку, можно и сделать подушку на диванте. И покажу вам дизайны все окошки еще раз с близкого расстояния. Потому что каждый дизайн, не каждый, но вот несколько окошек я все-таки дорабатывала. Вот, в частности, зимнее окошко. Здесь я выполняла вот эти длинные стежки по типу бэкстича. Но это не совсем бэкстич, просто длинные стежки. Где-то я их делала как выкладную нить с закрепками, чтобы они не держались хорошо. Эти ниточки не выскользнули при дальнейшей стирке или работе с этой основой. Вот такое вот зимнее окошко. Такая птичка. Одинокая. Очень люблю я вот это осеннее окошко. Посмотрите, какое оно светлое, яркое, сочное. Кормушка здесь такая интересная. Листочки падают осенние. Очень мне нравится осеннее. Летнее, яркое. Видите, как получилось с бэкстичем в одну нить. Получилось более нежно. Сразу наша работа преобразилась. Так, ну и это весеннее окошко тоже оно изменилось. Вот, бэкстич, не бэкстич, а полукрест в одной нити. Он, конечно же, помогает создавать объем и не так сильно забивает сам рисунок. Почему-то я сразу этого не заметила, как я так вышивала. Но вот теперь я все поправила. И вот она наша красота. Вот такая вот красивая панелька. Ура, ура. У меня финиш. И так как у меня случился финиш, его нужно зарегистрировать. Я показывала вам, что я создала вот такую вот табличку для себя, чтобы просто видеть, какие у меня начатые работы. Потому что когда их много, даже начинаешь забывать, а что у меня там начато, что лежит в моих запасах. У меня 28 дизайнов было. Это у нас было, ну, скажем, до 25 августа. Нужно поставить здесь какую-то дату. Было, когда я создавала эту табличку, начала. Ну, пусть мы поставим 1 августа. Вот здесь. Так, ручка, пиши. 1 августа, 21 год. Год нужно писать, потому что потом будем искать, в каком году составлена табличка. Вот, было у меня 28 начатых работ. Петух на черном я завершила 25-го, 8-го. Значит, 27. Теперь у нас нужно найти Джанлин. Мои... Где у нас тут? Джанлин. 4 сезона птиц. Завершились они у нас, получаются, воскресенье. Это у нас 19-е, 9-е, 21-го года. Вот. Теперь у меня, значит, 27 работ осталось. Финиш. Прекрасно, отлично. Вот. Две работы у меня завершены из этого списка. Список, конечно, очень-очень у меня большой. Мне с ним работать и работать. Ну, посмотрим, что будет получаться. Очень интересно, кстати. Видеть вот так в одном списке все начатые работы. И их сразу отмечать. Что еще по этому процессу? Мне сегодня предстоит работа по разбору моего органайзера. Уже, конечно, я спешила. Когда завершала эту работу и нитки, здесь вот уже все запутались. Все вот так я неаккуратно оставляла. И поэтому мне нужно будет разобрать мои иглы органайзер. Ура, ура. У меня появится побольше игл, потому что иглы стали заканчиваться. Ну, вот этот процесс у меня завершился. Еще будут процессы, которые завершаются. Поэтому иглы возвращаются. Все хорошо. И вот этот органайзер, он мне нужен для организации моего ангела. О-дименшенс, ангел элегантности. Я подумаю, либо я сюда размещу все нитки, либо, может быть, на какой-то другой органайзер. Ну, скорее всего, вот на этот. Это пака. Он у меня один такой хороший, красивый. И такую редкую, раритетную работу нужно вышивать, наверное, вот с хорошими аксессуарами. Поэтому я подумаю и организую мои ниточки на этот органайзер. Вот. Ну, и так как я вам показываю моих птичек, моих невеличек, красивых, хочу показать вам еще одну работу. Это уже у нас дименшенс. Немножко там лампа у меня попалась. Ну, что делать? Это у нас дименшенс. Вот такая вот интересная кормушка. Это счетный крест. Покупала давно, вышивала тоже очень давно. Когда покупала, не знала, что купила счетный крест. Но решила попробовать. Вышивка здесь в три нити. Есть немножко глади, стемстич, какие-то еще стежки. Очень интересная работа. Оформилась, на мой взгляд, удачно. И вот я ее сейчас из моего чуланчика вытащила и поставила на свой столик. Потому что как бы осень. Не знаю, почему-то вот мне кажется, он и к осеннему сезону тоже очень подходит. Хотя, скорее всего, кормушка. Это больше сезон, сезонно-зимний. Но, тем не менее, вот мне захотелось сейчас этих птичек. Всяких разных. Видите, кардиналы, сойка, чижи, воробьи. Много разных птичек. Дятел, наверное, вот этот вот с красной шапочкой. Очень мне нравится, понравилась, как получилась вот эта птичка с лакомством каким-то в сеточке. Сеточка здесь интересно выполнялась. Вот. Также вот эта сеточка мне очень понравилась. Это, наверное, у нас воробушек какой-то. Наверное, воробушек. Красиво сделаны здесь вот эти вот орешки, всякие зернышки. Ну и сама кормушка. Вообще, цветовая гамма мне здесь очень-очень нравится. И нравится оформление. Здесь вот такая вот две рамы. Белая и мятная. И они сюда очень хорошо подошли. Вот. Такая история с птичками у меня завершилась. Ну и теперь, что меня ожидает на этой неделе. Я думаю, вы догадались. Но я все равно вам покажу, немножко расскажу, какая у меня ситуация с следующим процессом. Это чудесная игла, ласковый май. Вышиваю я эту работу в нашем совместном проекте райский сад. И совместный проект завершается 1 октября. А значит, у меня осталось ровно 11 дней. С сегодняшним включительно. И мне нужно успеть завершить. Ну, вышивать здесь еще очень-очень много. С моей скоростью, конечно, сложно ориентироваться и сказать, что я вот точно успею. Но я буду прям очень стараться, очень стараться. Мне очень хочется завершить эту работу в нашем СП. Не отставать от моих девочек. Такие у нас все скоростные. Так все быстро вышивают. И по многу процессов, что просто мне за вами не угнаться. И где я нахожусь, на каком этапе я нахожусь. Вот здесь у нас серединка. Я думаю, что я серединку уже прошла. По цветочкам. Да, где-то вот здесь я нахожусь. С левой, справа я чуть-чуть больше вышила, чем от границы половины работы. И мне нужно вышить. Ну, вот это все. Большой объем. Есть здесь и бэкстич. Конечно же, много бэкстича. Но есть немножко еще и полукреста, что, может быть, меня спасет. Не знаю, как я буду справляться. Буду себе планировать. Сейчас я посчитаю, сколько у нас здесь примерно по крестикам. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Как минимум, пять тысяч плюс еще вот это тысяч семь. Здесь крестиков. Семь тысяч на одиннадцать дней. Как минимум, семьсот крестиков, где мне нужно вышивать. Нужно прямо себе поставить четкую программу по отшиву крестиков. И стараться вести к завершению. Нужно успеть вышить эту работу в сентябре. Также мне сегодня предстает работа по организации этого процесса. Скорее всего, одену на раму, чтобы сразу здесь вышить бэкстич, перекрутить и отправляться уже вышивать вверху. Вот. Такие у меня здесь новости. Как видите, работы предстоит много. Как только будут новости, я обязательно сделаю включение, покажу, как у меня идет работа. Получается, не получается. Держите за меня кулачки и увидимся с вами в следующем включении. Так, сегодня утро четверга. Хочу показать вам мой прогресс. Ну, во-первых, поделюсь с вами моей новой организацией. Я достала свой станочек настольный, раздвижной, вот такой вот деревянный. Он хорош тем, что сюда становится рама от 20 сантиметров до 60 сантиметров. Есть у него такая основа выдвижная, за счет которой он раздвигается до 60 сантиметров. У меня есть обзор на этот станок. Если вы зайдете на главную страницу моего канала, там вы увидите такие основные видео о станке, как вышивать и так далее. Ну, какие-то полезные видео, которыми я могла поделиться. Вот, и до этого момента я вышивала на топексы, но решила переодеть на этот станок, потому что сейчас я вышиваю только один процесс. А здесь очень легкий доступ к изнанке. Он хорошо переворачивается, поднимается, поэтому есть всегда доступ к изнанке. Также я сделала боковую натяжку. Всего лишь поставила два крабика. Ну, в принципе, нормально, мне удобно, достаточно. Вот, и гуляю я по этой основе, как только могу. И слева повышивала, и в центре повышивала, и справа тут. В общем, меняю место расположения, потому что здесь меняются и краски. Тут сиреневые, тут больше белые, темно-зеленые. Здесь вот голубенькие, светло-зеленые. В общем, развлекаю себя как могу. Но я вижу, что я очень сильно отстаю от графика. Прям не знаю, что делать. У меня не хватает времени. Я очень стараюсь. Ну, не знаю, смогу ли я довышивать эту работу или нет. Как бы мне хотелось. Вот, по схеме я нахожусь... Сейчас вам покажу, где. С левой стороны я вот здесь нахожусь. Вот так я вышила. Дальше, дальше, дальше. Вот здесь я не вышивала, то есть у меня вот этот кусок весь пропущенный. Здесь у меня вот немножко цветочки я повышивала. И вот здесь вот эти два цветка не довышивала полукрест фон. И бабочка, и вот этот цветочек еще я не вышила. То есть, ну вот где-то вот так у меня вышито. А здесь еще вышивать достаточно много. Ну, не знаю прям, что делать. Конечно, я не сдаюсь, буду стараться. Вдруг у меня какой-то день будет посвободнее. И я где-то как-то наверстаю. И случится чудо, и у меня все получится. Напомню также, что у меня здесь идет разметка мононитью. Это моя первая работа, где я пробую мононить. И знаете, мне понравилось. Я прекрасно ориентируюсь. И нет какого-то дискомфорта. Я ее уже пробовала вытаскивать. Она замечательно вытаскивается. И все хорошо. И также основа здесь у меня родная. Аида 14 каунта серого цвета. Тоже она мне здесь очень-очень нравится. Прекрасно держит форму. Не в меру жесткая. В общем, все замечательно. То есть по материалам все хорошо. За исключением ниток. Здесь два цвета. Они такие не очень хорошие. Они рвутся. Но в целом ниточки мне нравятся. А, и еще такой момент. У меня полностью закончился четвертый номер. Здесь был желтый цвет. Его было немного. И он у меня полностью весь ушел. Поэтому если где-то еще попадется этот значок. Но по-моему его больше уже нигде нет. А так все ниточки есть. И также здесь чудесные иглы. К основной длине ниток можно на планшетке найти и добавочные нитки, которые коротенькие. Они, конечно, раздражают. Но попадались и я их вышивала. Складывала в две ниточки и вышивала. Ну, ниточки немножечко уже, конечно, подзапутались. И планшетки похудели. Потому что работа движется к завершению. Это понятно. Дальше, что еще я вам хотела показать. Это ниточки сюда мы уберем в сторону. Также я разобрала органайзер пака. И с моего процесса делала разбор джанлин. Разбирала нитки. Вот эта вот схемка такая у нас была. Видите, листочек. Ключ я отдельно отрезала. Но схемка здесь очень мелкая. Такая вот печать не очень хорошая. Этой нитки не было в наборе. Что-то там было как-то неправильно. И я просто по рисунку смотрела, по саге сверяла. Эту нитку я брала ДМС из своих запасов. Поэтому туда и вернется. А все остальные ниточки я вот так смотала на планшетку. Раньше я их разбирала на бобинки. Еще что-то как-то. Теперь я вот лениво сматываю просто вот так вот на планшетку. И отправиться в мою коробку с остатками. У меня такая большая коробка. Я складываю туда все-все остатки, что у меня есть от наборов. Какие-то я стараюсь перематывать. Но так в основном я все вот так складываю. Чтобы не тратить много времени. Особенно от тех наборов, где нитки идут другие. В смысле Мадера, Анкор, тех, которые у меня нет палитры. У меня основная моя ДМС. А все остальное я вот так складываю. Всегда может пригодиться. Но смысла заводить кучу коробок и все сортировать. Терять время я не вижу. Потому что в основном вышиваю по наборам. А если что-то по наборам, то это только ДМС. Вот. Какие еще у меня новости на сегодня. Одну минуточку. Отсвечивает. Но постараюсь как-то так вам показать. Спешу. Утро, как всегда, я спешу на работу. Я оформила работу моих курочек. Решила все-таки сделать это оформление в багет. Но знаете, вот когда подбирала, мне все нравилось. Когда принесла домой, я поняла, что я сделала ошибку. Очень ярко оформила. И она у меня не сочетается с другими моими работами. Я, в принципе, хотела оформить в белую рамочку. Что-то как-то подобрать. Но так как в багетке очень маленький выбор. И, вы знаете, перемудрила. Искали мы, искали, искали, искали. Какой-то вариант. И просто вот подбирали то, что можно подобрать. Да, оформление подходит. Все вот так смотришь. Все замечательно. Но вот у меня дома никак оно не бьется. И я это поняла только дома. Знаете, как-то в рабочей неделе мысли не о оформлении, не о вышивке. Я прибежала в багетную мастерскую. Мы там что-то искали. Искали, когда нашли просто то, что подходит. Я обрадовалась. Говорю, ну вот так мы сделаем. И все, и убежала. А когда забрала и принесла домой, я поняла, что я сглупила. Конечно же, нужно менять оформление. Нужно делать что-то как-то по-другому. И честно вам сказать, даже не знаю, что можно придумать в этой багетной мастерской. Потому что у нас там нет совершенно выбора. Но надо исправлять этот вариант, потому что мне режет глаз. И я понимаю, что мне некомфортно с этим оформлением. Поэтому вот такая история. Нужно будет идти переоформляться. Ну а вообще, конечно, работа замечательная. И оформление получилось очень яркое. Но я буду переоформлять моих любимых курочек. Поэтому вот так. Посмотрели вы как вариант. Может кому-то понравится. Кто-то возьмет на заметку. Может кому-то подойдет в интерьер. Я буду искать что-то другое. Поближе, как вам показать, не знаю. Отсвечивает очень сильно. Это же не музейное стекло. Это вот обычное. Ну вот такая здесь рама составная. Она не составная. Точнее, просто она сама по себе вот такого плана. Сижу на балкончике после работы. Пью кофе. У нас сейчас период... Начался период ветров. Шумно, конечно. Не знаю, как запишется звук. Начался у нас период ветров. Мельтенья называется. Жара спала. И уже так получше. Так приятно выйти на балкон. Еще дня два назад я на балкон не выходила. Очень было жарко. Сейчас прям приятно посидеть. Несмотря на то, что у меня балкон выходит на проезжую часть. Ну вот, как бы, да. Шумно. Но зато весело. Тут у меня приправы растут. Это вот разные приправы. Я их потом срежу, посушу. И вот там Василий Кос. Он тоже приправы идет. Вот там муж разбирается с этими приправами. Собака моя убежала. Не хочет показываться. Ну вот так. Сейчас попью кофейку. И отправляюсь. У меня очень много глажки. Лето. Это всегда много. Стирки и глажки. Ну а потом, надеюсь, я... Порываю. Бор. Бор. Ну иди. Ну иди, покажи. Бор. Элла. 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 Ну покажи свою морду. Мурашка. Бор. Бор. Что? Лето. Стесняется. Бор. Бор. Ну иди. Стесняшка. Боится камеры. Бор, иди сюда. Бор. О, Элла. 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 Что такое? Боится. Элла. Сентября, суббота. И я думаю, что сегодня самое время подвести итоги этой рукодельной недели. Начать уже монтировать видео, чтобы завтра у меня получилось его выложить, потому что видео очень, получается, тяжелые по объему, и долго идет обработка и выгрузка. Эта неделя также у меня получилась не очень вышивальной, не очень рукодельной. Один день у меня практически выпал из вышивки. Я в четверг поздно расправилась с домашними делами и настолько была уставшая, что уже не было сил сидеть и вот именно сосредоточенно вышивать мой основной процесс. Мне хотелось просто посмотреть какой-то легкий сериал. А сейчас я смотрю, вы не поверите, какой сериал. Я вот точнее вчера уже досмотрела упорно. Этот сериал могут знать только те, кто еще застал Советский Союз, хоть немножко был он очень популярный, этот сериал Рабыни и Заура. Как-то он у меня попался, и я захотела его пересмотреть, потому что плохо помню. И он меня увлек, несмотря на то, что качество видео было не очень хорошее, тем не менее сюжет увлекательный, легкий и под вышивку самое то. В общем, все 100 серий я пересмотрела. И так как мы рукодельницы, все равно даже в полуживом состоянии без дела сидеть не можем, руки-то чешутся, поэтому я вспомнила об этом наборчике. У меня как раз на рукодельном столе в моем органайзере стоит, эти все маленькие наборчики у меня там находятся. И я подумала, что самое то взять и хоть немножечко повышевать хоть сколько-то крестиков. Это у нас Милхилл, вот такая вот чудесная помидорка рукодельная, на пластиковой, на перфорированной бумаге. И вот то, что у меня получилось вышить за, не за вечер, там сколько там у меня было, час-полчаса, не помню уже, я вот чуть-чуть повышевала. Сам процесс очень легкий, схемка тоже здесь простая, ну и сама помидорка будет очень маленькая. Организация у меня здесь никакая, просто все как было я так и сложила. Нитки здесь очень хорошо различимы глазу, поэтому не нужно их разбирать на органайзер. Я так читаю, вижу, какой мне цвет нужно брать и вышивать. Хотела показать вам из украшений. Здесь у нас есть вот такое вот сердечко симпатичное, будет пришиваться. Также здесь у нас два пакета бисера. Бисера, кстати, очень много. Посмотрите, сколько здесь бисера. Вот бисера здесь очень-очень много. Интересный, разноцветный, останется его тоже много, этого бисера. Вот, ну ниточки, ниточки. Также в наборе было у нас две иглы для вышивки и для бисера на магнетике. Вот так они у меня остались. И нитки все в пакете. Все вот как было, я их так и оставила там. Ничего не разбирала, не готовила. Вот, даже остатки какие-то нитки. Пусть там будут. Вот, я думаю, что с этой помидоркой я быстренько разберусь. Здесь немного вышивки. И я думаю, что эту помидорку я вышью два раза. Вот первый раз я хочу вышить на этой бумаге, а второй раз я вышью на ткани. И будет у меня маленькая подушечка. Мне как раз вот хотелось что-то сделать, какую-то маленькую подушечку. И вот будет у меня этот проект вышиваться два раза. Мне здесь всего хватит, сто процентов, я уверена, потому что здесь так много материалов. Даже вот на скидку видно, что всего должно хватить. Ну, единственное, сердечко, оно в одном экземпляре украшения. Но, опять же, я подумаю, куда я его пришью. Скорее всего, на подушечку. Потому что с перфорированной бумагой не очень получается, как бы, практично, да, вот в использовании. А вот такие вот разные без корнюшки подушечки, и их можно жмакать, они украшают мой рабочий стол рукодельный. Вот, я люблю все эти такие штучки, поэтому я думаю, я сделаю подушечку. У меня будет две помидорки. Так, что еще у меня происходило? Забрала я с работы один процесс рабочий, показать вам. Он у меня там находится уже очень-очень давно. Но принесла на работу. Бывают такие моменты, когда я свою работу заканчивала, муж еще нет. И чтобы не скучать в ожидании, я решила иметь какой-то процесс и потихоньку его вышивать. Это Риолис, опять же, без корню. Я покупала, по-моему, 4, 3 без корню и 1 зигугу от Риолис. Или 3 у меня их было, я уже не помню. А, 4, нет, правильно. 2 я вышила. И 2 мне нужно еще довышивать, сделать себе коллекцию. Вот, одна из этих, это как раз Рассвет. Очень тонкая работа, вышивка крестиком в одну нить, через одну нить переплетения. Это был мой первый такой опыт. Конечно, было очень сложно вышивать. И я сначала не могла никак привыкнуть. У меня глаза просто расплывались. И я думала, что я не справлюсь. Но когда все получилось, мне очень-очень понравился сам итог. И вот решила приступить я вот тоже к этой без корню. Здесь такая же история. Вышивка крестом через одну нить переплетения. Тоже сложная, тонкая работа. Но потихонечку я с ней работаю. Так, это у меня здесь схема от моих корочек. Кому-то что-то отправляла. Так, значит, здесь у нас в наборе есть наполнитель. Есть также бисер двух цветов. Вот так, надеюсь, видно. Немножко стою далеко за камерой. Так, и что у нас здесь еще? Схема, естественно. Вот такая яркая, понятная, хорошая схемка. Ключ, так, ниточки на планшетке. Но не у меня вот так. Никакой особой организации нет. Не так много всего здесь хватит с большим запасом. И вот то, что у меня уже появилось на моей основе. Вот потихонечку, потихонечку я вышиваю. Конечно, такая работа, она непростая. Вышивать через одну нить переплетения, да, высматривать, чтобы не обсчитаться. Все нужно перепроверять. Конечно, есть ошибки. Тяжело это все потом выпаривать, исправлять. Но у меня уже основной контур я набросала практически. Вот сейчас нужно до вышивать вот этот цветочек. Еще четвертый угловой у меня уйдет один цвет. Дальше будет уже полегче, попроще. Ну, а потом обратная сторона, там меньше вышивки. Ну, конечно, работы много. Принесла вам показать. Опять же, уйдет на работу. Пусть там находится этот процесс. Я сейчас часто задерживаюсь, жду мужа, поэтому он мне там как раз нужен, чтобы заполнять мое время ожидания с пользой рукодельной. Скучаю по крестикам. Вот поэтому хоть по чуть-чуть я там вышиваю эту бескорнюшечку. Вот так. Организация очень простая. Просто все в файлике у меня находится. И потихоньку я вышиваю. Так, это мои такие маленькие дополнительные процессы, которыми я себя немножко развлекала на этой неделе. И перейдем к основному. Посмотрим, что же у меня все-таки там получилось. Так, станочек большой, еле-еле вмещается в кадр. Но самое главное, вышивка вся видна. Перед вами мой прогресс. Вам на контраст видно очень-очень хорошо, что я здесь вышивала. Я вышивала вот эти синие цветочки, немножко сирень повышивала, центр постаралась позаполнять. В общем, я достаточно хорошо вчера поработала в пятницу. Пятница, это знаете, такой день облегчения, когда трудовая неделя закончилась, в общем-то. И можно спокойно повышевать, зная, что какие-то домашние дела можно сделать в субботу сегодня. Вот. И, кстати, у нас на этой неделе в четверг, по-моему, да, менялась погода. Среда и четверг у нас было небольшое похолодание. Мы думали, что к нам уже идет осень. Но нет, погода снова нас радует теплом. Сегодня по 30, завтра тоже по 30, поэтому мы поедем на море. Скорее всего, будет эта последняя выездка на море. И я хочу этот денечек ухватить. Муж, если честно, уже устал от моря. Ну, как бы он уже всю жизнь рядом с морем. Для него это не представляет уже какого-то такого интереса. Да, а я этот денечек обязательно хочу поймать. Наверное, купаться уже не получится, потому что вода холодная. Но даже посидеть на пляже с чашкой кофе и с любимой книжкой – это тоже удовольствие. Сильно жарко не будет, будет ветерок от моря, поэтому будет, конечно, очень здорово. Вот. И давайте посмотрим, сравним с картинкой, что у меня здесь получается. Ну, вот видите, мы сейчас смотрим на правую часть работы. Не хватает синего цветочка, бабочки. Вот здесь еще должны быть колоски всякие разные. Вот. С левой стороны у меня ситуация поплачевнее. Здесь нужно вышивать еще вот эти вот все цветы, бабочек и фон. Достаточно большой кусок нужно вышивать. Ох-ох-ох-ох-ох. Я очень переживаю, что я не успею к первому сентября. Я не знаю, как у меня будет складываться со временем, но я стараюсь. Я очень-очень стараюсь и надеюсь, вдруг у меня все получится. И я смогу завершить эту работу до первого сентября, читаться в нашем СП. Конечно, я не претендую ни на какие подарки. Это просто вот, знаете, такой вот запал, что хочется со всеми девочками тоже успеть завершить какие-то свои хвосты. У меня есть финиши в этом СП, но хочется еще вот эту работу успеть, чтобы так, знаете, отметиться, что и у меня тоже все-все получилось. Ну, не все работы заявленные получилось завершить, потому что на самом деле я там назаявляла целую кучу. Для меня это нереально столько вышить. К тому же отчеты занимают достаточно много времени. Вот, но хотя бы еще вот эту и будет все просто замечательно. Хотелось бы. Вот, такие у меня новости на этой неделе. Также напомню, что у меня появился Facebook. У меня, конечно же, есть ВКонтакте. У меня есть Инстаграм. Но для тех, у кого нет доступа ВКонтакте, заходите в Facebook. Будем общаться. Я туда тоже добавляю фотографии. Пишу и на русском, и на греческом, иногда на английском. Ну, и на английском из переводчика, поэтому там, конечно, такой текст, может быть, не очень корректный. Но для друзей, кто не знает русского, хоть как-то понятно, что это за процесс, хотя бы какие-то данные. Вот, заходите. Будем общаться. А на этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения. До новых встреч. И всем пока-пока.